Дорогие, как вы уже поняли, сегодня будет необычное видео, а видео, посвященное моему любимому фрукту, дуриану. Дуриан называется король фруктов, и это не случайно. У него на самом деле самый потрясающий вкус, который только я когда-либо пробовала. Но про дуриан существует очень много мифов, и я хотела бы сейчас с вами об этом поговорить, чтобы вы не заблуждались, потому что на самом деле дуриан может мне понравиться только в одном единственном случае, если он либо недоспелый, либо переспелый, то есть уже гнилой. Поэтому я хочу с вами сейчас об этом поговорить. Дуриан произрастает в Азии, в основном в Таиланде, в Китае, в Малайзии, также и в Бали, собственно говоря, где я сейчас нахожусь. Но вы знаете, самые лучшие, конечно, дурианы в Китае и в Таиланде. Здесь мне дурианы не очень нравятся, и я только на сейчас начала наконец-то понимать, из-за чего большинство людей говорят, что дурианы очень вонючие, дурианы ужасные, и дурианы просто отвратительные, как вообще их можно есть. Очень многие люди, которые продают дурианы, уже знают, когда дуриан начинает портиться, и они специально вам подсовывают этот дуриан. Особенно если вы его покупаете открытым, вы не имеете возможности его проверить, потому что он находится под пленочкой. И если вы никогда не пробовали дуриан и купили уже открытый дуриан под пленочкой, он 100% окажется гнилым, каким-то забродившим и ужасным, и от него, не то что, вы понимаете, от него и вправду очень воняет. Но самое ужасное, это если вы еще его попробуете на вкус, это можно просто сразу же упасть в обморок, потому что дуриан, он хорош только в суперсвежем виде. Если он либо недоспевший, либо переспевший, он просто жутко воняет, и он действительно просто омерзительный, его даже невозможно воспринимать. Честно говоря, у меня только пару раз в жизни такое было до приезда в Индонезию, чтобы мне попался плохой дуриан. Первый раз я попробовала дуриан в Таиланде и купила как раз дуриан под пленочкой, но он попался мне вообще не спелый. Он практически был не сладкий, и его масса напоминала мне молодые орехи. А поскольку я с детства очень любила открывать зеленые молодые орехи и есть, то дуриан мне понравился, и я как бы отметила для себя, что я бы ела дальше дуриан, хотя я никаких таких слухов про него никуда не слышала, просто отметила для себя, что дуриан такой же, как и орех недоспелый, когда там такая мягенькая мякоть еще беленькая и очень приятная на вкус. Я думала, что дуриан такой. Потом я уже как-то раз решила про него прочитать, и вычитала столько всего, что я была просто в шоке. На самом деле, когда я купила тот недоспевший дуриан, он вообще никак не пах. И меня это очень удивило. Я подумала, как же так? Почему же тогда мой дуриан ничем не пах, не вонял, а вообще напоминал орех? И я решила попробовать еще раз купить дуриан. Я купила дуриан, и тогда мне попался хороший дуриан. Я была просто в шоке. Он был самым вкусным из всех фруктов, что я когда-либо пробовала. После этого я уже не могу даже сказать, что хоть один фрукт в мире может сравниться с дурианом. И вот мякоть дуриана, она сама по себе должна быть упругая, но в то же время мягкая. Вот как, например, чизкейк. Хотя нет, чизкейк это не то, просто как бы какое-то сливочное пирожное. Оно как бы держит форму, ты его трогаешь, она упругая, но при этом ты ешь, и оно мягкое, воздушное. Также и правильная плоть дуриана, она должна быть такая. Она обычно такого кремового оттенка, оттенка слоновой кости, и она очень вкусно пахнет. Она пахнет чем-то цветочным. Мне, например, напоминает она чуремуху. Также напоминает мне сливки, напоминает мне эклеры, заварной крем. Где-то очень издали напоминает чем-то банан, чем-то клубнику. То есть в дуриане сосредоточен огромный вкусовой диапазон. Но больше всего, конечно, мне напоминает сливочный соус, взбитые сливки. Потом, больше всего мне еще напоминает запах черемухи. Вот именно хороший, свежий дуриан. Он очень вкусный. Вот здесь, в Индонезии, мне несколько раз поцеловали вот такие закрытые дурианы. Я их открываю, а внутри гнилые, вонючие. И я теперь понимаю, почему людям не нравятся дурианы. Потому что они впервые в жизни пробуют вот этот ужас, вот эту вонь. И они думают, что дуриан такой и должен быть. И какие же мы все идиоты, дурианы любы, которые любят дуриан. И как мы вообще это едим? Что у нас за вкус? Поверьте, дело не в дуриане, а в том, что вам дали гнилой плод. Мы не такие идиоты, как вы думаете. И мы любим только свежие дурианы. Я специально купила дуриан, чтобы перед вами его открыть, продегустировать. Вот. И сказать вам свое впечатление. Хотя, я думаю, открывать будет очень сложно. Вот я уже поцарапала себе руку об дуриан. Здесь очень острые колючки. Вот. Но, судя по запаху, вроде бы должен быть хороший дуриан. Хотя, опять же, здесь никакой гарантии нет. Я недавно покупала дуриан. Он был нормальный, но мне попался там червяк. Причем червяк черного цвета. Я очень сильно испугалась. Пол дуриана было нормального, и пол дуриана было вонючего. Я его, конечно же, выкинула. И поскольку в интернете существует очень много разных мифов, легенд про дуриан, я решила уже как на духу вам его полностью показать, раскрыть, попробовать и обсудить. Чтобы вы не ошибались в том, что дуриан – это ужасный фрукт. Он ужасен только тогда, когда вам продают его либо не сладким, твердым, недозревшим, то есть он вообще никакой, по сути. Либо же перезревший.